Здравствуйте, дорогие друзья! Мы открываем матч Лиги Чемпионов. Как раз под музыку из Лиги Чемпионов открывается сегодня третий тур в высшей лиге фигурного турнира «Эластико». Матчем SLK IQ Trading. Я не мог этого не сделать, это очень прикольный музон. Надо будет, наверное, колонки сюда принести и так сделать. Это будет круто. IQ Trading пока что занимает незавидное положение. Я напомню, они сегодня играют в оранжевых манишках и SLK по традиции салатов. Да. Кстати, заметьте, все комментаторы, которые озвучивают Лигу Чемпионов, они начинают говорить сразу после окончания этого звука. Я думаю, что у нас сегодня музыкальное сопровождение все-таки будет. Зглушить. Посмотрим, как это отразится на футболе. Надеюсь, что никому оно не будет мешать. Нас оно несколько отвлекает пока что, но мы как-то уже перетопчемся. Особенно с такими битами интересными. А SLK после досадного поражения от Браза Бро, хотя они боролись в том матче до конца, неожиданно лично для меня обыграли трое. Так достаточно уверенно обыграли. Поэтому я думаю, что у них есть все шансы побороться за призовые места. Сложно не отметить того, что IQ Trading играет вторую игру на этой неделе, потому что они доигрывали тур, пропущенный в четверг. И к субботе они уже подошли не в полном оптимальном составе, за счет того, что, я думаю, просто-напросто ребята устали. Наши СМИ подсказали нам, что ребята устали и не готовы были собраться. Поэтому сегодня их всего лишь шесть. И мне кажется, им будет сложно как-то побороться против SLK. И нельзя не отметить, что даже вышел на поле Хлебик Дмитрий, который получил… Которого, да, серьезная травма, к сожалению… И это опасный момент. Котик забивает, просто забивает. Хороший розыгрыш демонстрирует SLK, молодцы. Тяжело будет сегодня IQ Trading, это чувствуется. Да, и шансов исправить свое незавидное положение все меньше. Войки у трейдинга пока что. Вратаря сыграл пас, давал, наверное, на тебе, на какого-кипера, но… Что-то, что не так было. Да, вратаря этого я раньше не видел. Возможно, даже это не является игрок этим, этот вратарем. Просто поставили, потому что в режиме очередь, да, или деваться некуда. Чемаков у нас скрытая передача налево, на Котика. Не успел тут перехватить. Закрыл в городке, очень высоко прессингует SLK. Ой, сейчас какая неудачная передача. Менч потерян. SLK, наверное, да, чуть-чуть через голкипера, понадежнее. А, Котик ошибся немного. Или точнее, передача была не самая качественная. Очень страшная. Как-то вообще, я смотрю, не готовы ребята побороться сегодня. Без характера у нас очень сильно смотрится. Цибенко Сергей, можно вправо сыграть? Придет сам, но Котика не проведешь. Проведешь. Прочитал этот перекат, да. Прочувствовал эту ситуацию. И тем самым он уже у ворот. И это что? Это еще один гол. И опять же, просто-таки за финал, я бы сказал. Не сильно был удар. Тем не менее. Да. Третья минута, 2-0. Блестяще сыграл сейчас Котик. Ну что, быстро прочитал передачу. Все сделал для гола. И быстро сместился туда, куда надо. Там уже было дело техники, то что называется. Геловато пока что выглядит IQ-трейдинг. Может они соберутся как-то силами. Посмотрим. Выглядит очень уставше, честно скажу. Выглядит очень уставше. Плюс я вижу, что воротарь вправду не является воротарем. Высоко СЛК встречает. Вот сейчас уже почти некому отдавать. Ай-яй-яй-яй-яй. Просто привезли себе третий гол. Да, мне кажется, статистику СЛК в этом матче себе... Могут подправить. Подправить, подправить. Да. Ну и правильно этим надо пользоваться. В принципе, до начала матча была нулевая. Надо, чтобы они удовольствие получили от игры, а все остальное не важно. Сейчас они уже вышли... Была нулевая разница забитых пропущена. Сейчас они уже подправили немного это. Так что, посмотрим, может ли я китридинг. Как-то... Герой Сибенко, Дима. Давай ниже! Бой сейчас куда отдавать. Тяжело, тяжело. Да, ищет кому отдать. Отдает налево в бровку. Можно Сибенко сыграть. Уведи игрока. Уводит. Сибенко пользуется пространством. Передача, но с приемом что-то... У Даниила не сложилось сейчас. Очень высоко вышел голкипер. Это опасно. Мяч пока что остается у УК трейдинга, поэтому... Тем не менее, проигрывая даже в щите 3-0, все равно они пытаются контролировать мяч с позиции как будто выигрывающих. Сейчас могут... Нет. Момент упущен. Чумаков, на самом деле, чувствуется. Уже разыгрался на воротах. Вот, третий тур, я вижу, уже фиксация хорошая. Увереннее он стоит на воротах, это чувствуется. Беремичук по кайуэй. Держи мяч, что похоже на Беремичука какая-то травма. Странно, что-то произошло, я даже не понял, если честно говоря, возможно, пах потянул. Я думаю, что судья потом... Больно, наверное, что-то болезненное. Точку сцепили. Либо старая травма. Старая травма, ё-моё, колено нам подсказали. Партнеры по команде СЛК. Планица приятно, потому что он, наверное, с таким... Пока что отдохнёт. К сожалению, я понимаю его и... Сочувствую скорейшего моего выздоровления. Уверенно контролирует мяч СЛК, когда контролирует. И опять, вот, мы видим... Забегал там котик, интересно, но, тем не менее, это тоже гол. 4-0. Галкин у нас забивает. И тем самым всё лучше и лучше улучшает статистику. К сожалению, интриги у нас, скорее всего, не будет, как уже видно. Ну, думаю, гол подсчётом надо забивать IQ Trading. Да, пока что у IQ Trading не получается. Передачи все очень неточные, всё как-то... Всё как-то не так. Ну, думаю, что тут ещё не сыгранность, так как, по-моему, если я не ошибаюсь. Ребята ещё до конца не с ней сыгрались. Новый пришедший в команду IQ Trading. Сегменко в центре. Опять выходит очень далеко голкипера. Хотя, в принципе, терять-то уже нечего, на самом деле. Поэтому... И это интересная была от него передача, но вратарь прочитался. Удар... Ай-яй-яй-яй. Классно проверял ворота. Да, хороший удар. Точный у него удар получился. Молодец. Пробивал. Симпатичный удар, но перекладил. Разыгрывает через центр. Мне кажется, что IQ Trading слишком как-то сосредоточен на владении мячом. За счёт того, что они слишком много держат у себя мяч. Во многих игроках даже, в которых... Ой, красиво получилось пройти игрока. Долго-долго с мячом потом возился. Это чувствуется. Немножко у нас нет такого темпа, который ожидался в игре высшей лиги. Потому что чувствуется, что всё-таки IQ Trading немножко дестабилизирован. Уже первыми... Кучей пропущенных голов в первом тайме. И плюс состав и так далее. Это всё очень... Ну, а если в кассе, спешить-то уже некуда. 4-0 это очень комфортно. Разница, мне кажется. Да, я думаю, они будут работать на статистику в первую очередь. Ну и на красивый футбол. Интересный для себя. Сейчас. После оборот IQ Trading. Нет, это не гол. Семенко, который... Клепик делает ускорение. Не сыграли на него. Не знаю почему. Попытался индивидуально протащить как-то мяч. Но не так-то просто против Александрова это сделать. Семенко хорошую технику показывал. И он... Нет. Ничего нет. Ворота опять пустые. Ворота бьёт. Но... И это гол. Но гол. Семенко молодец. Не первый раз, мне кажется, забивает. Не показал, что он мимо будет, но... А не надо было сильно вверх бить. И тем не менее... Да. Дар был, собственно, очень точный. Молодец. Ворота в ворот. Какой у нас щётка? 5-0. Просто избиение младенцев, я бы так сказал, пока что у нас происходит. Интересно сейчас забрасывает у хлебика. Ай-яй-яй-яй. Держит мячик Q3-1. Бенко старается найти какую-то возможность. Можно пробивать. Можно брок. Ну, ребят, ну как так-то? Удар. Слишком их-то много было. Там прям найти щель, куда пробить, мне кажется, почти невозможно. И тем не менее... Контроль мяча хороший. Можно пользоваться часового игрока. Не хватает немножко только... Они вышли, чувствуются готовы проиграть, но вышли с таким настроением, как типа... Мы поиграем зато в футбол. Это чувствуется. Кельпина, Галкина. Герасименко. Наверное, отдавать даб. Пас интересный. Ну... И... Как-то... Тяжело, тяжело. Здесь развить атаку, но тем не менее получается, надо как и перпарировать. Ну да, прочувствовал, нашел зону для паса Дима и отдал хороший пас. Пенков перекладывает. Но это не принесло результатов. Сколько она будет разыгрывать. И... Ой-ой-ой. Просто... Немножко какая-то неразбериха сейчас произошла. Что-то видно для IQ-трейдинг. Пас. Молодец. Хлебик. Зацепился. Все-таки получилось. Напоминаю, что игрок играет с большой серьезной травмой. Но... Чувствуется кондиция. Он еще не растерял за это время. Пока что отдыхал. И там никого почему-то. Еее. С ударом. Тебенка. Ну... Не плотно пробил, я скажу. Можно было плотнее пробить. Так как там практически никого не было. Но сбегал игрок. Он, наверное, решил побыстрее закончить все-таки, разобраться с этим. Моментом. Разыграют на коротке сейчас. Тяжело. Тяжело, конечно, найти какое-то пространство для атаки. Поэтому это удар. И... Ворота у нас пустые. И поэтому... Геременчук... Геременчук легко... В прямом смысле этого слова закатывает мяч в ворота и делает счет 6-0. Наверное, СЛК и сами не рассчитывали, что все так будет получаться у них легко. Ну, да. Если так будет продавать, то и 20 будет. 20 совсем плохо. Это просто будет ужасно. А еще и пока что без ответа. Позволят ли они забить IQ-трейдингу хотя бы гол-престижа? Неизвестно. Неизвестно. Ну, нам ничего не остается как наблюдать, комментировать матч. Хоть и без интриги, но все равно интересно, кто как себя покажет. Вот Веременчук уже вышел у нас. Видно, что, возможно, как-то вправил колено. Неинтересно, сейчас на него пас отдавали. И можно было тут как-то что-то, но... Несколько потерян, тем не менее, оставляет мяч у себя СЛК. Интересный пас головой и это гол. Да, вышел и забил. Это опыт. Является одним из самых сильных игроков СЛК. Ребята получают удовольствие от футбола. Ну, счет уже просто неприличным становится потихоньку. К сожалению, да. Замена у нас вратаря происходит. Это, я думаю, неприятно. Вот как интересно. Сейчас они разыграли. Не до конца одел манишку, но вратарь агрессивно вышел. Да, не дал он пройти. Молодец. Плечо поставил, да? Учитывая, что лежит под ногами. Мы видим, что все-таки Q3 не сдается. И, ну, это гол, да. Молодец, молодец. Ты посмотри. Пытался игрок СЛК как-то сыграть. Дима как-то головой попытался отбить. Но не получилось. Делал все возможное. Молодец. Настолько вот интересно все-таки футбол есть, что не до конца успел одеть манишку. Ну, это замечательно. Потому что, по сути, гол создал и забил. Гол престижа уже есть. Посмотрим, смотри. Хлебе головой играет, учитывая, что... Да, это очень рискованно. В его положении, мне кажется, он рискованно. У меня аж мурашки по коже, когда он это делает, если честно. Заиграет через... Ну, и, и... Нет, нет, ничего нет. Это гол. Просто-напросто прямо, плотно у нас забивает мяч. Молодец. День добрый. Как дела? Будем смотреть, что будет продолжаться дальше. Смогли еще хотя бы парочку голов подлетать. Идет рейдинг. Да, пока что без борьбы. Без борьбы, можно сказать. Ну, конечно, можно и понять, что не тот сбор, устали. Да, и были деморализованы, по сути, быстрыми голами в начале матча. Не смогли сразу собраться. Классный широкий пас от Герасименко. Так, Гельприна. Не получается, не получается у них что-то придумать здесь. Разыгрывает IQ трейдинг. Очередная попытка что-то придумать. Интересно сейчас пробросать Сибенко. Ой-ой-ой. Ай, неудачно он наступил на мяч. На мяч. Можно так травмировать себе, кстати, колено. Слава Богу, что все обошлось. Котик будет водить мяч сейчас. Игрок СЛК. Чумаков. Проходит сейчас. Мячу доставляет мяч. Побороться. Пас на Котика, но там перехватывает. Не менее мяч стал со СЛК. По СЛК. По СЛК. Пока что думает, как начать атаку. Интересно сейчас широко играли. Вот. Растягивает, пытается расточать. И можно бить. Нет? Спокойно. У нас игра, конечно, чего и ожидалось. Путик, ты посмотри. Сегодня оказывается именно там, где и надо. Просто подкатывает мяч вовремя. И тем самым, по-моему, больше всех голов забил у нас сегодня. Да или нет? Ну, пока что у него три головы. Три вроде, да. Но это им нравится больше всех. Нет. Бери мяч тоже. Мяч и два, по-моему, забил. Так сказать. Вот что значит находиться вовремя там, где надо. Ну, не только сегодня. Я не могу ответить и прошлую игру. Он блестяще отыграл, на мой взгляд. И в защите, и быстро перемещался, хорошо и интересно открывался. А с ударом все было нормально. Недопонимание, вроде как дальше отдавал. Цибенко там стоял. Центр там не прикрыли все-таки в РКК тренин, но... Цибенко поборолся и будут вводить аут. Куда отдать? Куда отдать? Все-таки через блокипера решает. Правильно, шире. Пусть разыграет шире. Возможно, с этого будет больше толку. Ну, а там, наверное. Это просто по спотику было. Сейчас могут забить опять из ЛК. Да. Момент был голевой. Удар. Решили уже как-то поинтереснее, наверное, сыграть из ЛК. Но не получилось. И упущен момент. Наверное, мячу поборолся. Штанга. Элементы карате у нас были в воздухе. Герасименко, Димана, Веремичука. Хорошая комбинация. Вот они разыграли. Но, тем не менее, не забили. Врата там каким-то чудом просто не понимают сам, как их забили. И сейчас с ударом там. Чувствуется, что это их расслабляет все-таки. Не та концентрация у игроков СЛК уже. Уже они не ждали, что чем-то закончится, наверное. Но, наверное, мы были выбраны сейчас. Все растянули чуть-чуть пошире. Играет. Конечко, но... У меня все-таки мяч остался. Проходит интересно. Красиво прошел. Демонстрировал настоящую эластику. Элементы определенные были. Не финн, конечно, эластика, но тем не менее, элементы были. Прочитал Веремичук. Валентин, молодец. Чувствует игру. И это мяч. Еще один мяч в ворота. Третий, если не ошибаюсь, от Веремичука. И седьмой, да? Или какой он называется? Десятый. Да. Даже мне сложно уследить за количеством пропущенных мячей. Девятнадцатая минута у нас. И уже 11 мячей забили обе команды. Возможно, нет. Конечко, Хьютрейдинг меньше в этом принимал участие, к сожалению. Пытаются они все-таки нащупать какую-то свою игру, и Хьютрейдинг как-то пытаются забить. Хьютрейдинг. А мы видим, что Суха обороняет пока что. Но тем не менее, можно выстрелить. И сейчас тут интересно забегал Котик, но, видимо, не увидели. Понимаешь, сейчас стрелы на Покайова, но он не проходит. Разыгрывает и Хьютрейдинг. Можно развивать свою контр-атаку, но прочитал сейчас эту передачу. И это, наверное, тоже гол. Нет. Пока нет. Ищет Дима кому отдать. Отдал ближнему. Улыбается. Игроки чувствуют, что спокойная атмосфера, потому что, ну... Как ни крути, да. Уже очень комфорт. Тут можно и побаловаться. Венка Сергеев. Видимо, это какие-то эксперименты какие-то. Наверное, будут искать какие-то новые комбинации, может быть. А может быть, просто будет давать отличиться тем, кто еще не забивал сегодня. Держит мяч с обменком. Но пока что эта передача была, по сути, отдали мяч сопернику. Не до конца отрабатывает IQ-трейдинг, если посмотреть. Это немаловажно является, потому что... Обрати внимание, кстати, кто на воротах стоит у IQ-трейдинга. Не знаю, зачем они поставили Хлебика на ворота. Это еще опаснее, чем... У нас заканчивается первый тайм. Да, конец первого тайма. Он поистине ужасен для IQ-трейдинга. Что вам сказать? Вот что такое плохой сбор. 10-1.